Продолжение следует... Загорелся дом, и в результате погибли два человека. В экстренную помощь позвонили в 9 утра и сообщили, что там могут находиться пожилые люди. Когда приехали пожарные, одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем. Пожарные с дыхательными аппаратами проникли внутрь и обнаружили двух человек. Их вынесли на улицу, однако не смогли реанимировать. По словам соседей, в доме жила пожилая пара. Мужчина, раньше работал директором библиотеки Академии наук, был профессором. Предварительно погибшим было около 90 лет. Под контролем украинской армии уже 74 населенных пункта на территории России. Об этом заявил главком ВСУ генерал Александр Сырский во время доклада президенту Украины. Там проводят проверки и стабилизационные мероприятия. И продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий, сказал Владимир Зеленский. Несмотря на сложные и интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается, а обменный фонд пополняется, подчеркнул украинский лидер. Из-за операции в УСУ Россия перебрасывает свои войска из Калининградской области на границе с Литвой в Курскую. Об этом сказал министр обороны Литвы Лаурина Скащунас во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Он назвал это деметаллиризацией Калининграда. Спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия ВСУ Дмитрий Лыховиев, беседив с политиком, накануне сказал, что для обороны Курской области Россия перебросила небольшую часть своих подразделений с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей на юге Украины. Кроме того, Лаурина Скащунас заявил, что Литва вскоре передаст Украине системы противовоздушной обороны, малой дальности, а также другую военную технику. И мы сейчас увидим, как они передослуховывают свои войска из Калининграда до Курска. И я говорю литовскому народу, вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что через их борьбу им нужно вводить войска из Калининграда. И мы даже называем это демилитаризацией Калининграды, которая происходит благодаря хоробости ваших войсков, благодаря вашим решениям. Поэтому мне кажется, что вы подняли мораль не только вашему народу и вашим Збройным силам, но и нашему общественному. Потому что теперь люди думают, каким образом можно еще больше поддерживать вас, потому что вы показали, что вы можете вытягивать очень важных вещей. И это действительно хороший ход, и это абсолютно новая сторона. В США подтвердили, что Россия перебрасывает часть своих войск из Украины, чтобы остановить украинское наступление в Курской области. При этом пока у штатов нет точной оценки, сколько именно солдат выводит РФ, пишет Wall Street Journal. Представитель Белого дома при этом Карин Дженпьер сказала, что США не имеет никакого отношения к этой операции Украины. Украине чужого не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию в Курской области, заявил на брифинге накануне спикер Украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий. По его словам, операция ВСУ не позволяет России перебрасывать дополнительные силы в Донецкую область и усложняет военную логистику. Тихий указал, что из Курской области только с начала этого лета было нанесено более 2000 ударов по Сумской области Украины. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию в Курской области, но мы хотим защитить жизнь своих людей. Я просто напоминаю для доведки, что, в частности, из районов Курской области только с начала этого лета и только по районам нашей Сумской области Украины было задано более 2000 ударов. Это РСЗВ, это ствольная артиллерия, мінометы, дрони, 255 керовных авиабомб, более сотни ракет. На жаль, в Украине немає достатньо, вы уже про это спросили, достатньо возможности задавати далекобійных ударов всією зброей, яка наявна. Чтобы защититься от этого террора, немає пока что цих решень відповідных, на яких мы наполягаємо. Тому є потреба за допомогою Збройних сил проводити звільнення цих прикордонних районів від российских військових контингентів, які завдають по Украине удар. А тем временем российские власти решили переселити беженців із Курской області в оккупированну частину Запорожської області України. Об этом сообщил глава Курской області Алексей Смирнов. Для размещения россиян оккупационной власти предложили использовать санатории і пансіонати на берегу Азовського моря вблизи Бердянська і Кирилловки. Как именно обеспечить безопасность россиян в регионе, где идут активные боевые действия, Смирнов при этом не уточнил. Соучредитель Блюєлов, который помогает Україні, Йона Соман разочарован вероятным похищением денег, однако организация пока не собирается покидать онлайн-платформу «Контри Би». Перед тем, спикер Блюєлов Каролис Жукаускас заявил, что организация следит за расследованием прокуратуры и от него будет зависеть, покинут ли эту платформу. Напомню, в понедельник блогер Скирман Тасмалинаускас заявил, что один из акционеров и бывший директор «Контри Биги» Дамина Сраткявичус якобы перевел со счета Блюєлов 130 тысяч евро на свой счет в личных целях. Средства уже вернули Блюєлов, обвинений пока что ему не выдвигали. Хуситы захватили офис ООН по правам человека в Йеменской Сане. Они забрали документы, мебели, транспортные средства. Атаки на сотрудников ООН начались в момент, когда хуситы, которых поддерживает Иран, начали нападать на судно в Красном море. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал их освободить офис и вернуть имущество. В июне хуситы задержали более 60 человек, которые сотрудничают с ООН и другими неправительственными организациями. Управление ООН по правам человека приостановило свою работу в Сане и других районах, которые контролируют хуситы. Вторжение в офис ООН без разрешения и силовой захват документов и имущества полностью противоречит привилегиям и иммунитетам организации объединенных наций. Это также серьезная атака на способность ООН выполнять свой мандат, в том числе в отношении продвижения и защиты прав человека, которые наше управление призвано защищать. В американском Питтсбурге автобус врезался в дом на фоне полицейской погони с участием другого транспортного средства. Об этом сообщает местный телеканал ВТА-ТВ. При этом пока что не ясно, как именно этот автобус попал в аварию. В зоопарке Чикаго показали четырех новорожденных птенцов американского фламинго. Сотрудники зоопарка Брукфилдзу Чикаго сообщили, что два птенца вылупились 26 июля и еще один через два дня, а самые младшие 7 августа. Птицы полностью вырастут к двум годам. Со временем у них появятся характерные розовые перья. В зоопарке говорят, что эти американские фламинго опитают на Карибских островах, северном побережье Южной Америки и на юго-востоке США. Их рост может достигать полутора метров при таком же размахе крыльев. Пол птенцов пока не определили. Их можно будет увидеть в зоопарке в штате Линойс с 19 августа. На этом у меня все новости, а мы переходим дальше к обсуждению операции в Курской области. И поскольку уже Украина начала постепенно комментировать эту историю, ситуацию, операцию, так эти вопросы задавал мой коллега Дмитрий Семенов, советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку. И все подробности прямо сейчас смотрите. Здравствуйте, Михаил. Да, здравствуйте, здравствуйте. По последней информации, уже 74 населенных пункта в Курской области находятся под контролем Украины. И это такое новшество, можно сказать, этой недели, когда официально Сырский и Зеленский начали комментировать происходящее, по крайней мере, называть цифры по подконтрольной территории. Я при этом, в отличие от вас, не знаю поставленных задач перед ВСУ в Курской области, но позволяет ли мне сделать вывод, начало комментирования со стороны Украины, что часть поставленных задач уже выполнена? Ну, безусловно, это очевидно, что этот этап войны характеризуется достаточно успешными действиями в Курской области, которые решают, я не готов говорить о военной составляющей, безусловно, это военные должны комментировать, то есть те оперативные цели, которые они ставят, ну или, скажем, стратегические цели, которые касаются пересечения линий снабжения через эти области идущие и так далее и тому подобное. Для меня более важны политические цели, то есть те, которые четко показывают, что Российская Федерация — это все еще тот дутый фейковый пузырь, о котором долго пропаганда рассказывала, что его нужно всем бояться. А на самом деле действия Украины и в Курской области, и в других областях показывают, что если вы будете работать жестко по российским угрозам, то, соответственно, эти угрозы будут выглядеть совершенно иначе. Ну то есть их можно компенсировать, с ними можно работать, и Российская Федерация — это не та страна, которую точно нужно обязательно бояться. И я бы выделил тут три основных направления, уже о которых можно говорить. Во-первых, задачи при входе в Курскую область звучат очень просто, никакой оккупации, безусловно, мы ведем другой тип войны, это не тот тип войны, который ведет Россия, нас не интересует территория Российской Федерации, нас интересует формирование санитарного кордона, санитарной зоны, выдавливание за счет сухопутных операций российской артиллерии. Россия очень долго использовала свою территорию, свое пригранище для ударов по гражданскому населению, массовым ударам по гражданскому населению в глубину на 70 км на территории Украины. Прежде всего, Черниговская, Сумская области, часть Карьковской области и так далее и тому подобное. То есть размещение артиллерии, баллистики, пусковых установок, РСЗО, размещение близко к зоне ведения боевым действиям, ну или в данном случае в приграничье, размещение тактической авиации позволяло использовать управляемые авиационные бомбы на глубину еще раз до 70 км. Плюс ДРГ, которые постоянно заходили на территорию той же Сумской области и там, соответственно, беспредельничали в населенных пунктах, ну, мародерили, грабили и так далее и тому подобное. То есть тактика Российской Федерации, она является неизменной. То есть ты должен прийти на чужую территорию, еще раз повторю, разрушить там все, что можно, убить кого ты можешь, депортировать, изнасиловать или отмародерить все, что там есть. Вот для того, чтобы это все остановить, соответственно, применяется такая тактика под названием сухопутные операции. Можно частично это было бы остановить, если бы мы имели право полностью использовать в большом количестве дальнобойные артиллерии, ну, дальнобойные, вернее, ракеты, которые позволяли бы заходить очень глубоко на территорию России, разрушая инфраструктуру войны. Вторая задача, еще раз, это показать, насколько гнилое внутреннее пространство России, что оно не находится под тотальным контролем, все это, опять же, миф, никакой силовой вертикали там нет. То есть, естественно, быстро принимать антикризисные эффективные решения в России просто не к этому и нечем, да, ну, то есть вот скомпенсировать все, что происходит в Курской области, понятно, продвижение там будет в той или иной степени медленное, замедленное, потому что это, опять же, логистика обеспечения, логистика снабжения, я имею в виду, для Украины. Но с точки зрения того, что Россия туда не в состоянии быстро и оперативно отрегулировать все, что там происходит, это очевидно. Еще раз подчеркиваю, напомню, в прошлом году мы это видели на примере марша Вагнерсона на Москву, сейчас мы это видим, ну, или чуть-чуть раньше мы это видели в Дагестане, когда там 6-7 вооруженных стрелковым оружием людей спокойно в течение недели держали в напряжении большие военные резервы России в этом регионе. Вот точно так же мы видим неспособность России быстро реагировать на подобные кризисы. И это еще раз точно говорит о низкой эффективности той управленческой вертикали, которая построена Путиным. И, наконец, третье, очень важное, да, то, что неожиданно вырисовалось, это тот психоэмоциональное состояние россиян, которые находятся на территории Курской области или там любой другой области при границе с Украиной. Во-первых, они шокированы, вот смотрите, они шокированы тем, что происходит, потому что им, напомню, обещали очень эффективную бритскриговую войну, где они будут по телевизору смотреть, как злобная российская армия вырезает население другой суверенного государства, и они будут получать только дивиденды, ну, имеется в виду доходности личные, опять же, отмародеренные, награбленные и так далее, и тому подобное. Сейчас они видят, что война постепенно все более и более глубоко проникает на территорию России, и это, конечно, не может шокировать, потому что вот этот полный разрыв между тем, что ты видишь в рамках пропаганды российской и тем, что происходит на самом деле для таких областей, как Курская, Белгородская, Ростовская, Брянская, ну и так далее, и тому подобное, конечно же, это немножко впечатляющее. Ну и еще один эффект психоэмоциональный, который увидели наши ребята там, это абсолютная равнодушие россиян к защите собственной территории, то есть они даже близко не хотят вести себя так, как вела себя Украина в начале полномасштабного вторжения, то есть для них не существует какой-то там ценности. Наверное, это все-таки подсознательно, потому что одно дело, когда ты защищаешь действительно свои дома, другое дело, когда ты понимаешь, что ты попытался напасть на кого-то, и тебе дают сдачу, это, наверное, психологически внутри воспринимается иначе. Вот то, что можно говорить сегодня об эффективности этой операции. Ну знаете, шокироваться-то они шокировались там в приграничии, но, как мне кажется, несколько реакций их пошло не в то русло. То есть мы видим, да, вот сегодня, например, следом за Курской областью Белгородская область объявила о чрезвычайной ситуации, но вообще-то чрезвычайная ситуация, режим чрезвычайной ситуации объявляет, когда некие стихийные бедствия, а тут как бы идет война, то есть не военное положение, у них либо чрезвычайная ситуация, либо режим, как заявил Владимир Путин, контртеррористической ситуации. Почему такая неадекватная реакция, как вам кажется? Почему они до сих пор не могут назвать войну войной? Ну они не смогут назвать войну войной. Смотрите, еще раз, мы неоднократно вас, Дмитрий, в эфире обсуждали полный разрыв, и, к сожалению, западные элиты, ну политические элиты, тоже в эту ловушку попадали. Полный разрыв между теми фейковыми, скажем, пропагандистскими построениями, конструкциями, которые они долгое время продавали на внутреннем рынке и на внешнем рынке. Мы мощные, мы все контролируем, нас все боятся, у нас большие объемы спецназов, мы можем там за считанные дни захватить, вы помните, да, Берлин, Вильнюс, там, ну все, они это рассказывали, очень много и объемно. И между реальностями. И, соответственно, сами такие, как Путин, субъекты, они искренне верят в то, что они чрезвычайно сильные, у них очень много ресурсов, они еще немножко и могут дожать. То есть вот для Путина абсолютно точно это такой психиатрический разрыв, четко диагностируемый, это не соответствие того, что он думал, то, что сейчас происходит, но все равно он считает, что он думает правильно, да, ну то есть имеется в виду, между оценками Украины, оценками самой операции, самой войны и тем, что происходит, у него чрезвычайный разрыв, он как бы отказывается принимать реальность и не будет ее принимать и, соответственно, будет дальше продолжать играть в эту игру, что типа, ну ничего страшного не происходит и мы дальше будем действовать, как мы действуем. Вот в этом проблема, и эта проблема по-прежнему доминирует. В России они пытаются всячески, как это, отвернуться. Это то же самое, что, к сожалению, до сих пор делают западные политические элиты, ну представитель, часть представителей западных элит, которые продолжают думать, что с Путиным можно договариваться. Я все время привожу пример. То есть вы вот имеете на скамье подсудимых массового убийцу, то есть человека, серийного маньяка, который вырезал и делал это демонстративно, хотел, чтобы все это видели, вы его ловите, а потом отпускаете. То есть вы считаете, что он должен будет остановиться в совершении своих преступлений, если это его является психологической или даже биологической потребностью. То есть вы его не осудили, вы его не посадили на скамье подсудимых, вы его не посадили там на пожизненные сроки тюремные, вы его выпустили еще и сказали, ну давайте сделаем вид, что мы с ним о чем-то договорились, о правилах поведения. А для него, еще раз, убийство является биологической потребностью. Он должен почему-то остановиться. Ну то есть вот такая наивность, такая розового типа цвета наивность, которая характеризует определенные части западной политической элиты, она ведь свойственна и России, только в другом плане, да, с отрицательным знаком. То есть они искренне считают, что имеют право вести войну так, как они ведут, убивают людей на территории любой другой страны в полном объеме. Они являются при этом неприкасаемыми. И, соответственно, они будут дальше вот этой неприкасаемостью пользоваться. И, соответственно, рано или поздно они сядут за стол переговоров и не проиграют войну. Вот Путин живет в этой иллюзорном представлении о том, что будет происходить далее. И для того, чтобы сохранять какой-то, как ему кажется, контроль над внутренним пространством, он продолжает использовать эфмеизмы. То есть называть то, что идет полномасштабная война, и называть это какой-то мифической операцией. Называть, например, абсолютно законные в рамках международного права действия Украины терроризмом, что, соответственно, нелепо, и никто уже давно на это не реагирует. Ну и, соответственно, говорить своим гражданам, что еще немножко, и вот у нас уже просто, вот мы уже буквально завтра, еще три дня, это классическое, наверное, мемное уже состояние России, вот еще три дня, и мы полностью всех выбьем со своей территории, и уже точно пойдем на Киев. Ну, что можно сказать? Можно сказать, что страна глубоко больна, и мы это, опять же, с вами неоднократно уже диагностировали. Можно ли с ней о чем-то разговаривать? Нет, это странно, что кто-то опять продолжает думать, что можно с невменяемыми пациентами проводить какие-то хорошие, там, душесчипательные беседы. Это очень странно для меня, потому что, в принципе, в классических учебниках описано, что невменяемость — это не та степень человеческого состояния, в которой ты можешь с ним рациональную беседу вести. И вот Российская Федерация полностью погружена в эту неестественность. И вот смотрите, как это действительно выглядит странно. То есть они ведь не задают вопросы. Вот вы видели выступления граждан в Курской, Белгородской области, они там обращаются. Мы же вас так поддерживали. Это отдельный кринж, да, Михаил? Это просто феерически выглядит. Да, мы поддерживали СВА. Почему нас тут кто-то атакует? Как же так? Мы же такие. Мы же поддерживали геноцидную войну против Украины. Мы же поддержали, что вы должны там вырезать граждан другой страны. И, соответственно, мы же думали, что будет только плюшки нам, да, но только бонусы будут. Мы же будем тут все купаться в роскоши. Нам этих унитазов с Украины навезут. Мы тут будем в них просто жить. И так далее. Вот это несоответствие причины следствия, и непонимание причины следствия, конечно же, оно еще будет какое-то время доминировать в России. Но, опять же, смотрите, это тоже парадоксальный эффект. То есть, если бы страна была рациональной, то там можно было бы вести какую-то внутреннюю дискуссию, даже если события развиваются не так, как ты планировал, да, и у Путина были бы какие-то шансы там договориться. На самом деле, все, что сейчас происходит, опять же, это необратимый процесс. Это приведет к такому классическому, максимально омерзительному кровавому бунту, когда никто не будет слушать никаких рациональных доводов, и вся вот эта толпа людей, которые сегодня в рамках российской пропаганды, в рамках официальных лиц, да, продолжают говорить о том, что сильнее нас никого нету, вот они все будут максимально жестоко наказаны собственными гражданами, да, которые будут жаждеть крови. Ну, то есть, как бы это настолько все, опять же, очевидно и предсказуемо, что я даже не понимаю, почему до сих пор субъект Путин не может какой-то получить внятный анализ и не начинать искать ходы, как выйти из этой ситуации на других условиях. Знаете, тут еще очень важно субъект Полянский, да, это один из замов Российской Федерации в Совете Безопасности ООН, потрясающую вещь сказал. Он сказал, смотрите, сейчас о никаких переговорах с Украиной быть речи не может, потому что такое щедрое предложение, которое сделал Путин, наступление в Курской области обнулено. Но щедрое предложение напомню, вы юридически отказываетесь от своих территорий, вы отдаете нам тоже те же территории, которые мы не можем военным путем захватить, ваши граждане будут потом там убиты, уничтожены, изнасилованы, депортированы и так далее. Ну и надо вам еще будет сказать гражданам, что они должны покинуть свое жилье. После этого санкции вы отменяете, после этого вы не вступаете ни в какие НАТО, ЕС, а в принципе вы вообще никуда не вступаете, вы должны просто стоять перед нами на коленях и так далее. Это щедрейшее предложение. Мне интересно вот этот субъект Полянский, он точно понимает, что с ним будет дальше после всего того, что происходит сегодня в Украине, после всех этих заявлений? Субъект Полянский, очевидно, повторил, скорее всего, мысль Путина на софтбезе, на этой неделе он, собственно, об этом и говорил. Теперь-то, ну какие переговоры возможны? А это тоже, я так понимаю, одна из целей Украины, да, была вывести Путина на эту вот воду, ну как бы показать всю сущность. Если раньше он там говорил о том, что мы готовы к переговорам, а потом у него следовало вот такой вот ультиматум, как вы сказали, то теперь он сам говорит, что нет, никаких переговоров. Да, одна из задач было показать, безусловно, одна из задач, но это не главная, безусловно, еще раз, главная задача это военные задачи, оперативно-тактические или стратегические даже задачи, о которых будет говорить верховный главнокомандующий господин Зеленский. Периодически об этом говорит очень аккуратно и очень правильно. Точно так же и главнокомандующий, и господин Цирский тоже говорят аккуратно о контроле, о эффективном контроле, но не об оккупации. Еще раз подчеркиваю, мы всегда настаиваем на том, что Украина не занимается проведением операций в рамках оккупационных каких-то стратегий. Нет, это абсолютно в рамках международного права защитная стратегия, то есть право на самооборону, реализуемое через выдавливание вот этих инструментов введения безусловной геноцидной войны по приграничию Украины. Что касается переговорного процесса, вы абсолютно правы, надо было показать на самом деле эффективность всех этих предложений Российской Федерации. Я понимаю, что это выглядело вообще абсурдно, честно говоря, доказывать, что Россия не понимает, как пишется слово «переговоры», она не понимает суть содержания этого термина. И, соответственно, Россия никогда не предлагала никаких переговоров. Россия продолжает после двухслойных лет настаивать на капитуляции, по сути, Украины, на отказе Украины от своих суверенных прав и так далее и тому подобное. Поэтому вот эти фиктивные разговоры о переговорах, они, конечно же, Россия активно в это инвестировала. Мы помним, есть целый ряд стран, которые активно в это инвестировали. Это дико выглядит, на самом деле, это абсолютно, на мой взгляд, либо умышленное, либо неумышленное обнуление международного права. Я, честно говоря, не понимаю тогда мотива этих стран, потому что они, наверное, хотят жить в мире, где нет правил никаких, и когда в любой момент может вспихивать война по любому поводу, и, соответственно, неважно, прав ты или не прав ты, и будет, скажем так, итог любой войны зависит от количества милитарной жестокости, которая в тебе есть. Ну, это очень странное поведение. Но, тем не менее, вы правы, сегодня очевидно, что Россия — это не страна, с которой можно вести переговоры, это не страна, которая будет придерживаться каких-то договоренностей, это не страна, которая будет уважительно относиться к международным правилам и так далее и тому подобное. Конечно же, Путин выглядит максимально омерзительно. Но тут и второй эффект. Вот эти страны, которые предлагают немедленное прекращение огня, мирные переговоры, опять же, вот Россия же ведь готова. Посмотрите, вот она же провела обмены, даже пленных, они же как-то придерживаются каких-то договоренностей. Сейчас эти страны выглядят, ну, на мой взгляд... Да, 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 Михаил... На мой взгляд, выглядят тоже странно. И, соответственно, конечно же, как-то нелепо, на мой взгляд, продолжать сегодня концепцию. Давайте-ка немедленно остановим огонь и сядем за стол переговоров. Россия ведь готова, точно готова. Я... Знаете, вот когда мы говорим о переговорах, я не могу понять, вот действительно ли... Действительно ли люди настолько внутри циничны, чтобы не понимать, что они предлагают? Вот они предлагают. Смотрите, вы, на вас напали. Мы видели, потому что сегодня же 21 век, да, и информационная среда немножко в другом объеме развита, чем в середине прошлого столетия. Мы видим объемное, просто невероятное количество военных преступлений, да, совершенных умышленно Российской Федерацией. Мы видим тот план, ту задумку, которую Россия пыталась реализовать сразу в момент вторжения в Украину. Мы все это понимаем. И дальше мы вам предлагаем все равно сдаться России. Вы ведете уже два с половиной года войну. Вы прошли через там невероятные страдания. Мы все это видим, но мы вам предлагаем все равно сдаться России, которая выглядит никчемно, да, воевать не умеет только количественно. И, соответственно, мы предлагаем вам сдаться, во-первых. Во-вторых, мы предлагаем всему миру готовиться к масштабной войне, потому что Россия тогда... Ну вот просто, опять же, что должно остановить убийцу ненаказанного? Я все время хочу понять мотивы этих стран. Вот вы предлагаете остановиться, не останавливая юридически Россию, и потом ждать, что она будет соблюдать какие-то договоренности, будет миролюбивой, точно не будет больше оскорблять, например, ту же Литву, да, не будет оскорблять ту же Польшу и так далее. Но то есть как-то это все одномоментно исчезнет. Я не могу понять логику этих людей. Во-первых, проиграть войну, которую ты уже два с половиной года не готов проигрывать, мягко говоря, и нет ресурсов у России, у тебя выиграть. Второе, отказаться от наказания безусловного агрессора. Третье, закрыть глаза на масштабные военные преступления. И четвертое, оставить в руках у убийцы инструменты убийства. Я не могу понять, что хотят на выходе получить. Ну то есть гарантированный стабильный мир на ближайшие 50 лет? Нет. Количество войн, зашкаливающих в разных регионах? Да. Ну тогда так и скажите, мы за то, чтобы войны были везде, чтобы всех резали, чтобы Россия доминировала. Будут два центра. Один кровавый, другой будет пытаться все время это остановить. Тогда говорите о том, что мы готовы, чтобы все бюджеты шли не на технологическое развитие, а на увеличение систем защиты, оборонных систем, на военное производство и так далее. То есть вот эта фиктивность, я не понимаю, откуда она произрастает. Трудно просто предположить, что все, буквально все находятся в том или ином отношении с Российской Федерацией. Ну Россия примитивна, она может, конечно, коррумпировать, но не на таком большом уровне и не в таких стратегических масштабах и целях. Кстати, а как вам кажется, как на происходящее в Курской области смотрят Китай, я напомню, мирный план которого заключался в заморозке по линии разграничения. И даже давайте шире возьмем. Страны глобального юга, Венгрия. Орбан, кажется, молчит, я ничего не слышал, воды в рот набрал. Ну они точно так же, наверное, мягко говоря, шокированы тем, что происходит, потому что они понимают, что война переходит в следующий этап. И этот этап выглядит не так, как они думали. То есть они ведь продавали, опять же, странным образом продавали концепцию, что Россия сильна, вот еще немножко, и она тут все задачи решит. Нет, Россия как и была не сильна, так и есть не сильна. Да, масштабно, ну большой объем милитарного компонента, к сожалению, в том числе передаваемым третьими странами. Это еще один парадокс современного мира. То есть все такие, мы тут готовы наказать Северную Корею, Иран и так далее. А тут оказалось, что они спокойно передают оружие, и по сути тройственный союз такой открыто, откровенно воюет в Восточной Европе, и все делают вид. Ну, наверное, как-то надо мирные переговоры начинать, надо как-то говорить, ребята, так вас унижает Северная Корея. Вы же вчера говорили, что она будет полностью заблокирована, и никаких шансов у нее нет. Ну то есть это выглядит тоже парадоксально. Так возвращаясь к странам глобального юга, а как они должны реагировать? Ну как? То есть что они должны сказать? Ну они могут выступить с заявлением, нельзя допустить дальнейшую эскалацию конфликта. Ну то есть, это для нас вычисляет следующим образом. Когда Россия заходит еще там частично на территорию Украины, или использует еще больше ракет по гражданскому населению Украины, это не эскалация. Нет, ну тут мы не можем повлиять, давайте. А как только Украина в рамках, опять же, абсолютно законной процедуры, прописанной международным праве, проводит оборонные мероприятия, в том числе на территории страны агрессора, ой, это эскалация, давайте-ка запретим. То есть это опять на то, что все время рассчитывает Россия. Что Россия рассчитывает? Что всегда будут выходить подобные заявления появляться, которые будут говорить, смотрите, по территории России нельзя наносить удары. Ну нельзя, это же эскалация. А Россия может наносить по территории? Конечно, но это же не эскалация. Ну это же нормально. Она там будет всех резать, это не эскалация, это нормально. Они должны потерпеть просто это. А вот если удары по России, это эскалация, нельзя, нельзя. Ты тогда задаешь вопрос, как Международное право трактует эту ситуацию. Но оно трактует, что вы имеете право это делать, но вы не должны этого делать. Почему? По умолчанию. Вот там будет стоять артиллерия российская, она будет вас долбить каждый день. Вот оттуда будут заходить люди, которые будут вас вырезать. Это вы должны все уничтожить, но вы не имеете права этого сделать. А зачем вы тогда это прописали в Международном праве? Ну, мы просто прописали для дурачков. Ну, просто будем делать вид, что мы для дурачков это прописали. Вот так это звучит. Ну и дальше. А как можно остановить Россию? Вы должны сесть с ней за стол переговора. Это остановит войну? Ну, то есть, грубо говоря, Путин остается в нереализованной своей концепции тотального доминирования в Украине. Путин не наказан за то, что он делал. И, соответственно, стол переговоров какую задачу нужно решить? Ну, остановить войну? Нет. Подзаморозить конфликт? Да, на какое-то время. Для чего? Ну, Путину же нужно будет где-то достать оружие еще, потому что сегодня же заканчивается что-то, да? То есть там снаряд приходится где-то выпрашивать, ракету выходится, баллистическую выпрашивать. Я понимаю, что, ну, мы понимаем, что Северная Корея всегда что-то передаст Российской Федерации. Но это как бы такое, знаете, сегодня передаст, завтра что-то возникнет, не передаст. Хочется наработать. То есть, а давайте-ка мы сделаем так. Путин сядет за стол переговоров. Сразу, сразу. Он не военный преступник уже. Он вполне рукопожатный политик, опять солидного толка, придерживающийся слова. И второе, давайте-ка дадим возможность России накопить дополнительный ресурс, чтобы вы были доуничтожены там через год. И давайте вы на это добровольно согласитесь. Это ж настолько логично. Это ж так круто мы придумали. Смотрите, никто так круто не придумал, как мы вам предлагаем медленно сесть за стол переговоров. Главное, чтобы не эскалация была. А будет Россия в этот момент наносить удары по Украине? Да, будет наносить. Почему? Но они имеют права. Это ж не про эскалацию. Это просто они имеют права это делать. А мы можем отвечать им? Нет, вы не можете. Потому что это эскалация. Вы должны сидеть за столом переговоров и молча, как терпилы, терпеть, пока вас попытаются все-таки поставить на колени. Вот такое предложение. Я не знаю, почему люди на полном серьезе продолжают на этом настаивать, делать эти предложения. Но когда ситуация идет совершенно иначе, они впадают в шок, потому что они точно, точно так же, как и два с половиной года назад, не были готовы к тому, что происходит. И точно не будут готовы к тому, как это все будет финализировано. Ну да, и пока кажется, несмотря на возгласы со стороны России ООН помоги, я пока все-таки не слышу то, о чем вы говорите по поводу того, о недопустимости эскалации. Видимо, шоковое состояние продолжается еще. Безусловно, шоковое состояние продолжается. И тут как бы очень тяжело, вот еще раз, я вернусь к главному. Очень тяжело выйти сказать «это эскалация», потому что ты сам в статье 51 Устава ООН четко прописал право страны на самозащиту, которая предполагает уничтожение объектов и инфраструктуры войны на территории страны-агрессора. Ты же не можешь сказать «смотрите, у нас тут 51-я статья, на базе которой мы тут все построены, получаем деньги, заработные платы и так далее, она недейственная, мы просто так ее для красоты прописали». Но ты не можешь выходить и говорить, что страна не имеет права на самооборону. Это нелепо. И, соответственно, выйти и сказать, когда ты действующий строго в рамках юридической процедуры, абсолютно строго, и поддержать Россию, это будет означать так. Мы считаем, что войны оккупационного характера, захватического характера – это нормальный инструмент во внешней политике. Но это так, надо сказать. Но вряд ли кто-то на себя хочет такую ответственность взять. И поэтому шоковая реакция, она сегодня, не то что даже шоковая, это реакция непонимания, а как на это все реагировать, с точки зрения, что Украина действует, начиная с первого дня войны, исключительно, с первого дня не войны даже, а с первого дня полномасштабного отражения, потому что с первого дня войны мы видели, что страны абсолютно делали вид, что не понимают, что такое оккупация Крыма, что такое плацдарный захват частей Донбасса, к чему это дальше приведет. Ну то есть помним, да, поведение Меркель, поведение Саркази, они делали, ну или Оланда потом, они делали вид, да нет, мы не понимаем, что это, это точно не приведет никакой эскалации, давайте мы задушим в объятиях России, давайте мы ей откроем там полностью энергетические рынки Европы, давайте насытим Россию деньгами масштабно, мы не замечаем, что она эти деньги частично тратит, ну или там разворовывает, но частично тратит на милитарную подготовку, давайте будем делать вид, что Россия будет очень миролюбивая, совершенно точно не будет атаковать больше никого, но вот сейчас ты же так не сделаешь уже, это нелепо, почему? А потому что Украина действует строго в рамках тех правил, которые вы прописали, вы же прописали зачем-то эти правила, и сейчас вы либо должны выйти и сказать, что это были фиктивные правила, и любая страна может находиться внутри агрессии, и никто ее защищать не будет, будут ли там проходить массовые этнические чистки? Да, мы не против этого тоже, вот Россия же проводит это, берет ракету, бьет в центр крупного города, это абсолютно точно нарушение правил ведения войны, но мы же не наказываем ее, мы же хотим послушать Полянского, который будет рассказывать, какие щедрые предложения делает убийца своей жертве, он говорит, смотрите, я вас буду расчленять медленно, но я буду вам отрезать по маленькой части тела, мог бы сразу, конечно, вас разорвать там на 10 частей, но я буду по маленькой части вашего тела отрезать, это очень щедрое предложение от серийного убийцы. Вернемся давайте в Курскую область, хотел бы вас еще спросить, а какова роль в операции российских добровольцев? Вот я слежу внимательно, да, не вижу пока ни одного заявления по этому поводу, вот русского добровольческого корпуса, увидел одно заявление от Легиона Свободы России, но оно было в таком контексте, что, ну, присоединяйтесь к нам теперь, то есть, снова акцентировали вот эту вот историю. Вся операция, если мы делаем ссылку на главнокомандующего, господина Сырского, проводится регулярными войсковыми частями Украины, и эта операция имеет конкретные военные цели, и, соответственно, это не политические цели, только если мы говорим о военной компоненте, и абсолютно четкое продуманное планирование большой еще раз войсковой операции, и, соответственно, конечно же, основная ставка здесь сделана на Украину, на украинские вооруженные силы, это очевидно. Что касается любых добровольческих объединений, они вполне могут принимать участие в тех или иных рейдах, в тех или иных операциях, я думаю, что они это и делают, но это, опять же, уже работа главного управления разведкой, которое координирует это все, ну, с точки зрения эффективного использования сил и ресурсов добровольческих объединений. Но, опять же, еще раз, основной акцент здесь нужно делать на регулярной части вооруженных сил Украины, они эффективно показывают, что такое синхронизованное правильное планирование большой операции. Да, несмотря на то, что Украина говорит о том, что территории, которые сейчас находятся под контролем ВСУ, ей не нужны, тем не менее, Зеленский говорил о необходимости разработки гуманитарного плана для гражданского населения на этих территориях. Ну, вот я, знаете, вчера у меня в гостях в студии был Иван Тютрин из форума «Свободная Россия», они как раз сделали по этому поводу заявление, я вот зачитаю часть, касаемую как раз вот этого гуманитарного плана, у них говорится, что, не ставя под сомнение важность гуманитарного фактора, мы убеждены, что помощь жителям регионов, оказавшихся на территориях, занятых ВСУ, должна оказываться через ВСУ, украинские государственные и общественные структуры, международные гуманитарные организации, ну и так далее. Каков гуманитарный план Украины для этих территорий будет? Безусловно, мы же прекрасно понимаем те гуманитарные риски, которые возникают при любых боевых действиях на любой территории. И Украина в рамках международной конвенции абсолютно точно заинтересована в сохранении вот этих возможностей для помощи людям, которые находятся в ситуации ведения боевых действий. Ну, часть из них будет эвакуирована, безусловно, я имею в виду на территорию России, я надеюсь, хотя российское государство очень часто демонстрировало абсолютное равнодушие не только, кстати, в связи с боевыми действиями на территории приграничных областей Российской Федерации. Но мы видели, как вы правильно говорили вначале, много чрезвычайных ситуаций, связанных с природными катаклизмами, где государство России абсолютно точно бросало на произвол своих граждан. В этом же и есть сущность этого государства. Русский мир — это мир, который потребляет, но не отдаёт. Ну, наверное, граждане России привыкли к тому, что государство, эксплуатация — да, уничтожение — да, гулаг — да, война против кого-то — да, где ты мясо — это да. За это государство даже готово платить. Мы видим, да, поднятые сейчас тарифы на человеческое, я прошу прощения, опять же, мясо, которое должно идти и воевать на территории Украины. Но совершенно точно российское государство не заинтересовано в решении гуманитарных проблем, которые возникают по вине этого государства. А тут даже, да, извините, я перебью, тут просто на контрасте, да, они там готовы платить за заключение контракта там 2 миллиона в Москве, соответственно, те, кто на войну отправляется, и по 10 тысяч рублей, то есть там порядка 90 долларов тем, кто вот находится при границе. Ну да, безусловно, потому что вы абсолютно правы, это очень... Опять же, все это настолько очевидно, никто не задает вопросов. К сожалению, Россия сегодня настолько прогнила, да, то есть настолько она находится в плачевном состоянии, это такая уже распадающаяся личность, да, во всех смыслах этого слова, гниющая личность, и никто не задает вопросы по поводу вот этого несоответствия тем людям, которые абсолютно пострадали, им пострадали, опять же, из-за действий только российского государства. Я еще раз тут хочу, чтобы мы четко фиксировали, все, что происходит в Курской, Белгородской области или все, что будет происходить в других областях, связано только с политикой российского государства, которая, в принципе, начала экспансионную войну, то есть экспансию на другую территорию и, соответственно, получила масштабный возврат этой войны на свою территорию. Но Украина исходит из международного гуманитарного права, исходит из тех конвенций, в которые прописывают, опять же, правила и обычаи ведения войны и считает необходимым разработать программы, если кто-то будет оставаться, к сожалению, для них будет оставаться на территории, где идут боевые действия или которые находятся под эффективным контролем Украины. А опять же, еще раз, это не оккупационный контроль. Тут очень точно надо... Для нас важно уничтожение только военных объектов. Но, безусловно, когда у тебя люди останутся без возможности доступа к воде, к продуктам питания, к медикаментам, то ты обязан будешь эти условия создать. То есть ты обязан будешь привозить и продукты питания, и Украина будет это делать. И поэтому здесь президент Зеленский абсолютно четко зафиксировал задачи для соответствующих внутренних войск, ну, имеется в виду для сил национальной гвардии, для системы Министерства внутренних дел, те задачи, которые... Ну, и служба безопасности Украины, те задачи, которые... Ну, и еще, кстати, там, омбудсмен, уполномоченный по правам человека, по правам детей. Конечно же, все, они должны будут принимать активное участие в разработке программ доставки вот этих медикаментов, продуктов питания, воды на территории, которая находится под эффективным контролем Украины. А много этих людей, кстати, которые не выехали и не эвакуировались? Мы видим цифры эвакуированных стороны России, да, но мы не можем на веру, как бы, их брать. Сложно сказать, потому что никто же не ведет такую статистику, но такие люди есть, безусловно, многие... Еще раз, тут же, опять же, своеобразный психический феномен, да, особенно те люди, которые находятся там в глубине Курской области, они ведь точно не ожидали всего, что будет развиваться, они точно не готовы были покинуть. Более того, они до конца были уверены, до момента прихода воинских частей Украины в свои населенные пункты, они были уверены, что Россия уже находится практически в Соединенных Штатах, уже воюет на территории Соединенных Штатов, то есть она уже захватила всю Европу, ну, они же так верят в это, что у них боевые действия где-то идут там, они все будут завтра буквально в роскоши купаться, потому что от щедрот Путин будет отдавать все, что захватывал им, в том числе пользоваться и так далее. И вот когда они видели входящие войска Украины, вооруженные силы Украины, они впадали в шок, то есть они не были готовы к эвакуации, естественно, они вообще не готовы ни к чему, они находятся в прострации, и такие люди есть, их достаточно много. Будут ли они как-то подпадать под какие-то действия? Нет, они находятся на своей территории, абсолютно еще раз подчеркиваю, никакого интереса к оккупации этих территорий Украины нет, но обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации, если нужно, или для доставки продуктов, питания и медикаментов, конечно же, Украина все это сделает. И, кстати, в начале войны, вы помните, я просто напомню метод ведения войны России в начале. Помните, когда Россия заходила на территорию Украины, и даже на переговорах, в рамках переговорного процесса, в которых я принимал участие, мы настаивали на необходимости создания гуманитарных коридоров, которые будут позволять либо вывозить людей с оккупированных территорий Украины, когда Россия только зашла, либо доставлять туда продукты питания, Российская Федерация, либо не соглашалась, знаете, так высокомерно, как классические русские подонки, я прошу прощения, вели себя. Это там зона боевых действий. Либо, давая разрешение, атаковала артиллерии, уничтожала колонны, не давала въезжать, держала их там по двое-трое суток колонны, в том числе те, которые эвакуировали граждан, например, из Запорожской области или из Херсонской области. Все это проходило. И самое главное здесь, вот это мы сейчас говорим просто слова. Вы бы видели манеру поведения этих русских, которые, собственно, с таким цинизмом, с вот этим лицемерным смехом говорят, да мы будем что хотим делать, кто на нас повлияет. Вот разница принципиальная. Я хочу, чтобы вот просто наши партнеры не до конца понимают, что такое истинный русский мир. Это абсолютно демонстративное пренебрежение всякими договоренностями, правилами, конвенциями и так далее. И если русский сейчас не будет наказан, русский мир не будет наказан, то это все будет масштабировано в гораздо большей форме, в более уродливом проявлении. Это будет масштабировано не только на Украину, но и на другие страны, и Восточной Европы, и Центральной Европы и так далее. Нужно наконец-то окончательно осознать. Пиер, три вещи, три истины, которые уже показаны. С русским миром можно и нужно бороться. Второе, военная сила, это единственное, что заставит убраться в свою конуру русского медведя. И третье, в таком виде Россия не может остаться после этой войны, иначе у нее будет этот комплекс злобы за унижение, нереализованные задачи, за недоминирование и так далее. То есть они будут бурлить в этой ненависти внутри. Это будет такой питательный бульон в России, который приведет к еще большим взрывным ситуациям, к попыткам еще раз зайти в ту или иную войну. Это настолько все очевидно, я не понимаю, если кто-то еще хочет пройти по краю пропасти и договориться с медведем, что мы будем с вами жить в мире. Только пропустите нас, пожалуйста, на ту сторону пропасти. Ну и последнее, коротко, Михаил, попробуем. Смотрите, получается, на последнем совбезе Владимир Путин поставил две, как мне кажется, взаимоисключающих задачи, которые необходимо, как он выражается, достичь любой ценой. Во-первых, любой ценой выбить ВСУ с Курщины, а во-вторых, любой ценой продолжать наступление на территории Украины. Ну, то есть, получается, что снимать там, где идет линия соприкосновения, да, с того же Донбасса, войска в Курщину нельзя, получается, по задачам Путина. Тогда что? Тогда мобилизация, о чем вчера писала Блумберг, о вероятности до конца этого года, или тотальное задействование бесплатного пушечного мяса в виде срочников? Срочники уже задействованы, давайте не забывать, что, в принципе, при входе в Курскую область только срочники там в основной своей массе находились, и они будут задействованы. Что касается мобилизации, ну, посмотрим, как это будет проходить, потому что, знаете, мобилизацию тяжело провести, даже когда ты ведешь оборонительную войну, это понятно, да, но потому что все-таки 21 век, и люди не очень, наверное, понимают ценность войны как инструмента внешней политики, я мягко говоря, так деликатно скажу, а уж провести ее в стране, знаете, в России ведь, когда начинались боевые действия, один из ключевых аргументов был, да, для России, ну, почему они тогда набрали вот эту всю толпу омерзительных людей и отправили воевать в Украину, они им сказали, смотрите, рисков никаких, вы заходите, там сопротивляться никто не будет, зато можете убивать, насиленность, что хотите делайте, гравьте, мародерьте, вообще круто, мы еще вам немножко платить будем денег, почему сейчас подняли, потому что тогда же им сказали двойная прибыль, вы заходите, грабите, вы еще и получаете небольшие деньги, мы списываем вам какие-то там смертные грехи, вы там где-то банк пограбили в России, мы все это списываем и так далее, там кого-то изнасиловали в России, тоже списываем, вы можете там это делать и так далее и тому подобное, сейчас ситуация же другая, сейчас им говорят, смотрите, вот вам деньги, вы идете, вы там умрете в любом случае, понимаете, то есть как бы нет то, и провести мобилизацию, и надо же объяснить мотивы, что за мотивы, то есть надо сказать, смотрите, мы туда зашли, думая, что мы там быстренько всех на колени поставим, на самом деле, два с половиной года и война постепенно переходит к нам, теперь вы идти должны воевать в той войне, в которой вы обязательно будете убиты, непонятно за какие цели, вместо того, чтобы принять решение об окончании войны в рамках международного права, вывести свой контингент с другой территории, да, и соответственно на этом все остановится, нет, мы вас будем туда отправлять, никаких прибыли вы больше получать не будете, вы практически все будете подписывать смертный контракт и так далее, но мне представляется очень тяжело эта мобилизационная компания в России, но и наконец третье, очень важное, я все время удивляюсь, когда вы, Дмитрий, пытаетесь найти рациональное в поведении Путина, человек неадекватен, он не понимает между тем, что сказал сейчас и тем, что сказал через минуту, есть ли между ними возможность провести логическую связь, ему плевать на это, это человек, живущий классической окрошкой, разорванными мыслями, я еще раз, там все, вот весь учебник открываете, старые советские, если мы говорим о России, там только старые советские учебники применительные, старые советские учебники Киприченко по психиатрии и там четкие синдромокомплексы, которые абсолютно обстоятельно описывают модель его мышления, модель его поведения, вот эту окрошку в мысли, вот это разорванное нелогическое повествование, то есть человек абсолютно безразличен к тому, что он сказал минуту назад, вот он сказал фразу, через минуту он сказал противоположную, и соответственно надутый сидит и считают, что это идеально описывает то, что нужно делать, как это делать и так далее и тому подобное. В этом трагедия современной Российской Федерации. У них абсолютно отсутствует понимание, что такое управление стратегическое, тактическое, кризисное, антикризисное, неважно. И в принципе это, наверное, неплохо, как это непарадоксально сейчас прозвучит, потому что это и приведет к обрушению. Будь там человек, который все-таки видел бы связь между причинами, следствиями и последствиями, наверное, было бы немножко иначе все это происходило, выглядело бы и у России были бы шансы. А так этот субъект точно приведет к обнулению России. Но главное, главное, опять же, не сыграть в меркелизм, да, ну то есть не доиграться до того, что давайте-ка все-таки сделаем вид, что Крым отсутствует вообще как субъект. Да, главное не наступать на те же грабли. Спасибо большое, Михаил. Спасибо. До свидания. На этом наш выпуск подошел к концу. Напомню, что беседовали мы сегодня с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подалеком. Этот выпуск для вас провел Дмитрий Семенов. Ну а с новостями вначале знакомила моя коллега Анжела Бубеляк. Мы прощаемся с вами до пятницы, поскольку завтра в четверг в Литве выходной. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok